Нам очень интересна любая информация. Я хочу уйти в онлайн, но у меня не было совершенно никаких капитанций. Даже угнетающий такой фактор. 300 тысяч. Я потратила на свое обучение тогда. А где были эксперты? Я лично их вообще не видела, честно говоря. От момента начала до момента запуска школы прошло. До 7 месяцев оборот составил более 6 миллионов рублей. Что еще может быть, что-то тебе капает на нервы. Всех денег, как говорят, не заработаешь, да? Друзья, всем привет! Несмотря на то, что мы уже с вами знакомы, потому что, я уверен, вы смотрите из раза в раз выпуски с нашими интервью. Тем не менее, я Федор Спиридонов. Я Илья Терновой. И сегодня у нас в гостях продюсер онлайн-школы, который приносит просто колоссальный доход. Она входит в клуб Шести Нолей. Этот выпуск нужно смотреть до конца, потому что он очень интересный и полон полезных инсайтов. Сегодня у нас в гостях Зоя Цай. Привет! Очень рада тебя видеть. И, собственно говоря, нам очень интересна любая информация. Про две ниши, которые ты построила, две школы. Поэтому мы сейчас хотим разобраться в том, что тебя привело по этой дорожке под названием «Жизнь» в онлайн-бизнес. Если говорить о бэкграунде и о том, что было до онлайн-бизнеса, до онлайн-школ, то вообще я раньше работала в правительстве. И я была госслужащим в течение 12 лет. То есть это была такая серьезная административная работа, но она при этом была не лишена творчества. И практически можно сказать, что я там занималась, наверное, тем же самым, что и сейчас. Я организовывала какие-то процессы, общалась с людьми. Этот бэкграунд, он позволил мне как раз-таки научиться управлять информацией. Управлять информацией, людьми, процессами. Если вас заинтересовала индустрия онлайн-школ, чтобы продавать свои знания и знания своего эксперта, и вы хотите узнать, как это сделать, получите пошаговый план и список актуальных ниш в этом году. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс «Как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта». Ссылка в описании под этим видео. Кликайте, переходите, регистрируйтесь. Вообще я очень люблю онлайн-образование в целом. И сфера онлайн, она для меня всегда была олицетворением некой свободы. Потому что когда ты онлайн, ты не привязан к месту, не привязан ко времени. Причем здесь я не говорю, например, об отсутствии, например, вообще полной занятости, к примеру, и о том, чтобы там не работать. А о том, что ты просто можешь находиться в любой момент времени где угодно. Вот это свобода для меня. И я об этом начала вздумываться какой-то период. И когда я поняла, что из той работы, из той деятельности, в которой я нахожусь, наверное, я неким образом выросла. И мне там стало довольно тесно. То есть она начала меня сдерживать. Потому что, ну, все равно, вы понимаете, да, когда такая работа... Даже угнетающий такой фактор немножечко, когда тесно. Да, есть. Я, кстати, очень интересно так вылазила из этой всей ситуации, потому что внутренний какой-то бунт, он существовал. И мне хотелось все время, как вот маленькому ребенку, попробовать потрогать границы дозволенного. А вот так вот можно? Ага, можно. То есть параллельно мы тогда с моим братом организовали даже бизнес. Формально я ему помогала, потому что все-таки гослужащему нельзя, да, быть бизнесменом у меня. Мы его организовали, поставили на ноги, потом мы его продали. Это был, на самом деле, не самый легкий период в моей жизни, потому что одновременно и работа в найме, и одновременно офлайн бизнес. Тогда мы познакомились со всеми вот этими факапами офлайн. А что был за офлайн бизнес? Это был бизнес в сфере услуг. Это был салон красоты. Там я столкнулась с таким явлением, как человеческий фактор. Вот в этом вот месте, где салон красоты, где женщины, где наемный труд, мастера, там очень много этого человеческого фактора. Я тогда его наелась вообще очень-очень-очень наелась. Ну, человеческий фактор – это что-то кому-то нравится, что-то кому-то не нравится, и порой это необоснованно. Да, и плюс, например, допустим, сегодня полная запись, к примеру, а струдник не вышел или не берет трубку. Ну, к примеру, вот так вот может быть. Ненадежность. Потому что, да, потому что так может быть. И это совершенно непредсказуемые какие-то вещи были. Мы поставили этот бизнес на, так скажем, такой уровень, что он себя окупал и приносил такую еще небольшую стабильную денежку. Мы его продали успешно, и был такой момент, что мы просто выдохнули. Что, фу, слава богу, потому что та денежка, которая была, она совершенно не покрывала вот эти вот энергетические затраты. Через какой-то период, ну, надо было мне чем-то заниматься. Я вылазила, тоже пробовала, так скажем, опять же, как ребенок, границы дозволенного, несколько конкурсов красоты участвовала. И каждый раз у меня за это ничего не было, что удивительно. То есть я думала, ага, мой работодатель что-нибудь мне скажет. Но он мне ничего не говорил, думаю, удивительно, удивительно. Не трогал меня работодатель. И в какой-то момент я поняла, что по ним просто нужно менять работодателя. Скорее всего, даже просто, вообще просто уходить и работать на себя. Как раз тогда я и увидела рекламу акселератора, потому что я уже задумалась о том, что я хочу уйти, и я точно знала, что куда я хочу уйти. Я хочу уйти в онлайн. Но у меня не было совершенно никаких компетенций в онлайне. Вот от слова совсем нет. То есть я не была до этого интернет-маркетологом, к примеру, понятия не имела, что такое там таргетинг, трафик, вообще-то слова там лиды. Для меня абсолютно были вообще незнакомые слова. Я увидела сначала одну рекламу в этой нише, потом увидела акселератор. В принципе, они задели вот те вот струнки моей души, на те триггерные точки надавили, что я поняла, что вот туда мне нужно идти. И вообще не задумываясь, совершенно отдала вот эти деньги, они маленькие достаточно, считаю. А, какая сумма была? 300 тысяч. Я потратила на свое обучение тогда. Это, в принципе, акселератор, это был для меня старт, так скажем, в этом направлении. То есть я еще работаю, я уже начала обучаться, уже через месяц я уволилась с работы, и какой-то период я еще продолжала учиться, и уже начала внедрять свои знания в жизнь. То есть практически получилось так, что я не училась год, может быть, как многие учатся, потому что мне нужно было срочно. То есть я была в такой ситуации, когда мне нужно было просто срочно уже брать, уже и внедрять. От момента начала до момента запуска школы прошло? Я начала учиться в марте, какой-то период еще работала, и после этого я съездила еще на конференцию акселератора в Алуште. Это просто, это было очень правильное решение, потому что... Переворот, да? Да, это был переворот, потому что там живые мероприятия не тоже нужны. Ты видишь настоящих людей, что они существуют, они физически есть в оболочке, те самые, у которых что-то получилось, и плюс какая-то новая информация. И после Алуште я просто приехала, у меня к этому времени уже были те эксперты, с которыми я, в общем-то, и сделала эти школы совместные. Мне очень интересно про вторую нишу для девушек, исключительно, по там что-то... Чувствительность. Как раскрыть чувствительность, как... Онлайн-школа для женщин называется «Пробуждение чувственности». Ну, такое, так скажем, политкорректное, аккуратное название, да, «Пробуждение чувственности». На самом деле в школе обучают тому, как раскрыть свою физическую чувственность. Сексуальность, да? Сексуальность, оргазмичность через подход, через психологию. Потому что женщина – это очень сложный организм, и очень много там у нее в голове чего происходит, то, что мешает ей получать удовольствие физическое в том числе. И поэтому эта школа, она направлена, это обучение на то, как раз, чтобы подружиться с своими таракашками, понять, где вот эти вот источники наслаждения, убрать блоки, разобраться в подсознательных каких-то моментах, потому что там очень много есть именно из разряда работы с подсознанием, в том числе с техниками самогипноза и гипноза. Найти эксперта, действительно, там, знающего, компетентного – это большая работа, большой труд. Поэтому вот как именно ты доверилась, поняла, что это именно тот эксперт, который принесет тебе, кстати говоря, друзья, там немалые, немалые деньги. Поэтому здесь хочется услышать от тебя именно этот рассказ. Ну, вот что касается, например, моего любимого проекта, это по дизайну интерьера, эксперта Лебедева Полина, дизайнер интерьера. Я с ней познакомилась в том же «Акселераторе». Она училась на два потока раньше меня, и мы по другому проекту совершенно с ней общались. И в какой-то момент она сказала, «Зоя, а не хочешь ли ты быть моим продюсером?» Вот, то есть это началось с какого-то, опять же, даже не скажу, что дружеского общения, а просто общения по, в общем-то, по работе, делового общения. Но, видимо, она увидела, что мне можно доверять, я увидела, что можно доверять ей. И тут один немаловажный фактор, то, во что, может быть, многие не верят. Я сама не фанатик, но, тем не менее, в том же «Акселераторе» предлагали такой, так скажем, вид гарантии, что у тебя с человеком получится. Это проверка, проверка астрологическая. Я решила ее сделать. Тот астролог, к которому я обратилась по рекомендации Акселя, это Дмитрий Камышев. Думаю, ну почему нет? Если у кого-то работает, может быть, и в этом есть какой-то смысл. Почему бы не делать такую проверку? В общем, проверка с Полиной показала, что мы с ней именно по бизнесу абсолютно-абсолютно совместивны. В общем, такой позитивный был прогноз, что у нас все будет классно с ней. А каких-то других экспертов осматривала, проверяла? Да, проверяла других тоже. И были те, кто кого-то отстекла, ну, без имен? Да. Если вас интересуют онлайн-школы, но много вопросов и сомнений, у Акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. Основной фактор, который тебя смущает, в прогнозе на работу с экспертом, почему ты говоришь то, что нет. Это какая-нибудь состыковка должна быть. На самом деле, в первую очередь, это мое внутреннее понимание. То есть, если у меня какое-то внутреннее чувство, я думаю, что всех этих людей нужно есть. Ну, это само собой. Но тебе астролог говорит, вы не сойдетесь по деньгам. Ты такая, ну, сразу нет. Или вы там не сойдетесь по взглядам, то есть по распределению обязанностей. Ну, вот какие-то такие творческие всплески, там, да, нытье, там, я не знаю, что еще может быть, что-то тебе капает на нервы. Почему нет? Вот тебе скажут астролог нет и все. Скорее наоборот получается. У меня есть такое ощущение, что, скорее всего, с человеком нет. У меня есть такое ощущение. И я как-то думаю, и хочется, и колется. И я тогда отдаю данные Дмитрию. Дмитрий говорит, ну, да, что-то неплохо. Ну, то есть, получается, что я, наоборот, получаю такой прогноз, который подтверждает мое собственное ощущение. Понимаю, ну, хорошо, есть вроде как еще один фактор, на который я могу положиться. То есть, видимо, мое ощущение было не напрасно. И я говорю человеку, ну, ты знаешь, наверное, нет, но и к тому же еще и астролог сказал, что нет. Вот примерно так. Тяжело говорить нет? Нет, не тяжело. На самом деле, говорить нет нужно либо учиться, потому что это важно, уметь говорить нет. Да, но главное еще не обидеть человека, но мне кажется. Есть такой интересный способ сначала сказать да. Сказать да. Да, но нет. Да, да, я очень бы хотела бы с тобой поработать. Ты чудесный человек, у тебя 170 тысяч подписок, но нет. Это вторая твоя школа. Какие там успехи, какие результаты, как давно существует вообще эта школа? Школа была создана тоже в конце лета 2018 года. И да, действительно, аудитория довольно широкая. Есть один только, как бы, один нюанс именно вот в этой школе. И так как тема связана напрямую с сексуальностью, то ее очень тяжело рекламировать. Это имеется в виду Facebook, Instagram, да? Да, и ВКонтакте в первую очередь. Очень тяжело рекламировать, потому что модераторы не пропускают тему, да, и поэтому нужно быть очень аккуратными с этой темой, крайне деликатными, и при этом не потерять свою целевую аудиторию. Какое количество сейчас там сотрудников? Там занимаются два человека. Это больше, скажем так, как хобби, тогда получается, вы рассматриваете это? Ну, я не то чтобы рассматриваю это прям как хобби, но, так скажем, в работе этой школы был перерыв. Мы тестировали продукт, потому что это продукт, который мы создали вообще с нуля полного, вообще просто. Так скажем, финансовый результат, он небольшой, то есть он не такой, чтобы там был вау-эффект, но, опять же, для кого как, да, около 100 тысяч рублей. Каждый человек под себя выбирает своего проводника, да, своего мастера, там, своего наставника, да, в разных сферах. И по одной и той же теме какой-то человек тебе может подойти, какой-то не может не подойти, это нормально. То есть это как бы ничего плохого там нет. Если не понравился мой эксперт, понравится другой. Или наоборот, это нормально. Еще один такой пикантный момент. Как вы договоритесь с экспертом о получении выгод? 50 на 50 вы работаете или в какой-то другой там пропорции? Есть очень разные в данном случае стратегии, да? То есть, если, допустим, говорить о моих взаимоотношениях вот с существующими экспертами, то это 50 на 50. Но есть и другие варианты. И не факт, что, допустим, следующий эксперт, который придет, с ним будут точно такие же условия. Может быть, они будут другие, в разных пропорциях. Потому что и набор услуг тоже разный. От чего зависит, например? Да, чем аргументировано, вот, например, 50 на 50, и почему может получиться крен какой-то такой в другую сторону? 30 на 70. К примеру, допустим, ко мне приходит какой-то начинающий совершенно эксперт. У него, допустим, ничего еще пока за ним не стоит, да? И он с нуля, с нуля, с нуля. Я понимаю, что мне, чтобы его раскрутить, нужно очень большие трудозатраты вложить, да? А у меня уже есть определенный уровень. Тогда я могу предложить ему другие условия. То есть, уже не 50 на 50, условно говоря, там, 30 на 70 – мою пользу, да, 70. Например. Не факт, что я так сделаю, но это возможно. Почему нет? Или, например, я, допустим, приду к Ольге Бузовой, к примеру, да? И, ну, 50 на 50, скорее всего, будет тут тоже не очень… Неуместно, да? Неуместно, да, потому что, в общем-то, я думаю, что довольно просто любой продукт там создать, там довольно много лояльной аудитории уже изначально, можно даже ничего не вкладывать. Это от многих факторов зависит. И все равно будет окупаться… И все равно будет окупаться мои, да, вложения. Опять же, опять же, еще тоже немаловажный фактор – кто вкладывает деньги? Потому что это запуск проекта, онлайн бизнес, он такой же бизнес, как и другие. Там изначально он без топлива денежного, он не работает. Для того, чтобы он работал, нужно топливо в виде денег, да? Особенно на начальном этапе. Кто вкладывает деньги? Это хороший вопрос. Если я лично вкладываю деньги, а я могу вкладывать деньги в такие стартапы, ну, значит, я могу как-то регулировать, да, какие-то моменты. Если я прихожу, допустим, мне говорят, что мне нужна, допустим, от меня какие-то услуги ограниченного характера, да, я вообще могу согласиться, допустим, на какую-то фиксированную оплату. Допустим, я запускаю вам проект, вы сами барахтаете, дальше работаете, и я больше не имею к нему никакого отношения. Можно и так сделать, в принципе. А были такие предложения, например? Предложения были, я не брала, пока отказывала. Почему? Потому что я не резиновая. Потому что я не хочу расфокусироваться, потому что довольно и так большая нагрузка сейчас у меня. Понимаю, что, во-первых, ну, всех денег, как говорят, не заработаешь, да, можно, конечно, разорваться, но будет ли это мне в удовольствие, когда же жить? К слову, в вопросе, когда же жить, онлайн-школа сделала свободнее? Хороший, классный вопрос. Часто бывают такие лозунги, да, особенно рекламные. Работай в онлайн, или фриланс, или создая онлайн-школу, к примеру, или лежи где-нибудь на пляже, побивай-ка хвостик. Вот все примерно такие картинки рекламные. Ну, у меня пока это не соответствует действительности, на самом деле. И я, если честно, не знаю таких людей. Да, есть фрилансеры, безусловно, которые вот такой образ жизни ведут, наверное, у них немножко другая деятельность все же. Я работаю очень много. Вот просто могу сразу сказать. Я работаю очень-очень-очень много. И единственный момент, что я, конечно же, не привязана ко времени, к месту. То есть я вот, допустим, могу сейчас не отпрашиваю все работодателя приехать к вам, да, пообщаться. И какие-то дни могут там себе выбрать, допустим, для каких-то личных дел, к примеру. А какие-то дни, может быть, я работаю вообще сутками, допустим, и ложусь в 3 часа ночи. Но я сама это регулирую. Мне не надо пинать. Я просто знаю, ради чего я это делаю, и все. То есть у меня есть высокий уровень самой внутренней мотивации. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. И мы постараемся ответить на все ваши вопросы в следующих интервью. Я начал переживать за брата. Он остался в офлайн-бизнесе. Брат – это мой первый партнер. Так у нас получается. Мы очень дружная семья. Мой родной брат. Мы с ним всегда друг друга поддерживаем. Он мой партнер номер один. То есть в нашем таком небольшом, так скажем, уже продюсерском центре уже практически. То есть он тоже продюсер? Он мой сопродюсер, да. Он мой сопродюсер. И в этом плане мне, конечно же, проще. Потому что у меня есть надежный человек рядом, и мы взаимодополняем друг друга. Он больше отвечает за техническую часть, за продажную. Я за другие части, за стратегию отвечаю, за организацию, за людей. Вот нас вот двое. И помимо этого у нас еще 13 человек, которые обслуживают вот всю деятельность. Это наши личные люди, которые в нашей прямой команде. А чем они занимаются? 13 человек в Штатах достаточно большой. Дело в том, что мы очень много внимания уделяем к качеству образования. Вообще подход наш заключается в следующем. Это высокий уровень клиентаориентированности и хорошее качество самого образования. Качество достаточно размытое понятие. Вот, конкретно. Этот человек там, не знаю. У кого-то из этих 13 человек очень маленький кусочек, так скажем, той деятельности, которую он ведет в рамках работы именно со мной. Большинство из этих людей, это вообще, это женщины. Вообще-то все это женщины. И часто это женщины с детьми, которые работают дома. Допустим, это специалист по сайтам. Мне необходимо постоянно рисовать какие-то новые картинки. Это целый отдел по контенту. Два куратора, мотиватора так называемых, и три куратора профессиональных дизайнеров. Потом профессиональные дизайнеры-кураторы, практикующие дизайнеры, которые не просто так вот, допустим, сделал домашку, там тебе галочку поставили, плюсик принято. Нет, они по каждой домашке посмотрят, так ли или не так. Потому что это люди, которые не просто с опытом рисования, дизайн-проектов на бумаге. Они их внедряли непосредственно в жизнь, под ключ создавали. Также есть еще масса кураторов. Ну и опять же отдел продаж. По отделу продаж 4 человека. То есть начальник отдела продаж и еще 3 человека. Это не просто продажи на самом деле. Это те люди, которые встречают человека. То есть это первое касание клиента, который приходит. Потом он переходит к куратору-мотиватору, который его дальше ведет. Куратору-дизайнеру. И в конце он уже выходит счастливый, довольный человек с сертификатом и дипломом. Каким образом отдел продаж проникается нишей? Как подобрать этот отдел продаж в свою нишу? Отдел продаж – это отдельная вообще история. Брать прям сразу готового-приготового суперпродажника – это тоже некая такая утопия. Потому что у нас такие были моменты. Это как уже закрытая система, у которой я сам знаю, как нужно правильно, и он не готов воспринимать новую информацию. И намного интереснее, допустим, взять человека, у которого есть определенные навыки, и под себя его вырастить. Мы даем ему информацию, всестороннюю поддержку, обучение. Конечно же, он проникается. Ему реально нравится то, что он продает. И когда он продает этот товар, в данном случае обучение, он делает это настолько искренне, что он как будто продает кусочек счастья человеку. Вот мы вот такого человека воспитываем. Ну, со школы дизайн – понятно. Сколько человек прошло обучение на данный момент? Мы набрали уже более 200 человек. 33 человека мы выпустили уже с дипломами. И сейчас у нас готовится, скажем, к выпуску еще более 30 человек. А что значит, набрали 200 человек, но 30-30? Ну, потому что у нас обучение длительное, 4 месяца проходит обучение. То есть просто некоторые из этих людей еще не выпустились. Какая прибыль именно у ниши дизайна? Ну, я могу вам сказать про оборот. Да, с момента, так скажем, нашей совместной работы с Полиной Лебедевой, когда мы уже создали именно школу, школу Industry Design School. Для дизайнеров интерьера разных, так скажем, уровней, но в основном для начинающих. За 7 месяцев оборот составил более 6 миллионов рублей. И вы вошли в клуб 6.0? Да. Чистый прибыл? Это примерно более 2-3. Сколько денег на старте было вложено в это? Первоначальное вложение было чуть более 100 тысяч. Это самый, получается, старт. Потом, получается, мы зарабатываем денежку, покрываем расходы. И на какой-то момент выходим к такой окупаемости, когда у нас уже мы занимаемся таким бюджетированием. То есть мы на будущий месяц сразу же закладываем деньги на развитие. Если распределить деньги, вот 100 тысяч, что на что было потрачено? Это было 7 месяцев назад, я сейчас примерно вам скажу. Примерно, да. Это было где-то около 50 тысяч на трафик. Плюс это были оплаты все равно, оплаты, зарплаты в основном. То есть даже сейчас у нас самый большой пункт по расходам это зарплаты. Потому что сильная сторона, вот вообще, так скажем, нашего вот этого профессорского сообщества, это команда, это люди. Тот же самый человеческий фактор. Все-таки, если ты занимаешься стратегией, то я думаю, что уместно было бы задать вопрос про дорожную карту. Изучали такое понятие, да? Еще правительство изучало такую карту, дорожную карту. Нам очень важно. Ты так-то нам нужен. Да, ты так-то нам нужен. Нам очень важно. Хотелось бы сейчас узнать у себя, как составляется дорожная карта, вообще какие шаги, как все это прогнозируется. Как грамотно это сделать. Да, стратегия. Дай, пожалуйста, советов дельных. Как составить дорожную карту? Вообще, смотрите, дорожная карта, что это такое? Это те цели, которых мы хотим достичь, да? То есть, к чему мы хотим прийти, да? Это же дорога, вот мы видим свою цель. И это те ресурсы, которыми нам необходимо обладать для того, чтобы дойти до того уровня. Если кто-то начинающий заходит в этот бизнес, надо иметь деньги. В этой дорожной карте очень важно при ее составлении не вариться в собственном соку. И понимать, что у тебя есть рядом какие-то люди, может быть, друзья, может быть, наставники, может быть, там те же коучи, которые тебе помогут немножечко другими глазами посмотреть на твои ресурсы. Потому что иногда мы одеваем какие-то очки розовые, наверное, у кого-то не розовые, и усугубляем какие-то стороны, усложняем вообще совершенно, впиваемся в этот перфекционизм, к примеру. Существует целевая аудитория разных видов. То есть, мы иногда думаем, что наша целевая аудитория вот такие люди, а приходят совершенно другие люди, которых мы не знали. Потому что, оказывается, наш продукт интересен совершенно другим людям. Если мы будем доводить до какого-то идеального состояния наш курс, нашу школу, то, возможно, мы делаем что-то, то, что нравится лично нам, но совершенно не нравится нашему потребителю. Хорошо, очень полезное интервью у нас получилось. Мы, конечно же, могли его делать еще более насыщенным, но, к сожалению, мы ограничены в рамках по времени. Поэтому сейчас у инфобизнес-леди, которая состоит в клубе «Шесть и нулей», и у оборот был за 7 месяцев достаточно большой – 6 миллионов 300 рублей. Да? 300 рублей, да. 6 миллионов 300 тысяч рублей. Да-да-да. Это тебе на такси, да? И 300 рублей. 300 рублей. Ну, 6-300 рублей. В общем, от вас нам нужны какие-то коврижки. Как правило, мы даем бонусы нашим зрителям, и это скидка на ваши курсы. Можно сделать такую скидку промокод «ЦАЙ», моя фамилия «ЦАЙ», латинскими буквами. Скидка 10% на любые вообще курсы, которые есть. Я могу сделать, в принципе, бессрочный. Просто посмотрим, как моя целевая аудитория смотрит канал «Акселератор». Бессрочные курсы после выхода этого выпуска. Да, да. 10% промокод «ЦАЙ». Да. Пишите, и вам будет счастье. Бессрочными буквами это «Си», «Т», «С», «АЙ». Это была Зоя, которая просто-напросто нас зарядила и дала очень много полезных советов, и наконец-то мы нашли того человека, с которым смогли сделать, разобрать дорожную карту. Спасибо большое, Зоя. Спасибо. Очень приятно. Она дала очень много инсайтов. То, что меня лично зацепило, ну, интересного, да, то есть, астрологическая проверка. Опять-таки, какие-то суеверия, ну, позитивное мышление. Да, окей. Давай это так называть. Типа, если бы, там, что-то ей плохое напророчили, она бы в это верить не стала. Если бы классное, то вот, пожалуйста, вуаля. Очень хорошее, кстати, ну, как бы, целеполагание настрой. Человек с большим опытом, госслужащий, оффлайн-бизнес был, да, как наемный сотрудник, все просто вот прошла, там, жернова. Все круги. Все круги. Да, да. Важно, что мы еще там с ней поговорили насчет дорожной карты, ну, и, конечно же, вот выстраивание отношений с экспертом, то есть с кем-то, там, на первых парах, там, 50 на 50. Нужно, важно аргументировать, почему именно в такой процентной ставке вы делите прибыль. Очень грамотный подход к делу, я бы сказал, не все так подходят, но при этом она тоже мне сказала, что, опять же, не досмотрела, там, все уроки, да, и сразу, то есть, акселератор настолько мотивирует людей действовать, что люди просто, там, окунаются с головой в это и добиваются колоссальных результатов. 6 миллионов 300 тысяч за 7 месяцев – это вау. И, вообще, в принципе, масштаб, количество сотрудников, которые у нее в штате – 13 человек, да, то есть, 13 человек – это очень солидная цифра, я впервые такое слышу. Опять же, делегирование. У нее есть личный помощник, уметь делегировать – это тоже очень важно. Есть над чем подумать, выслушали, дальше нужно, опять-таки, применять жизнь. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...